Уже и мои коллеги, я, к сожалению, не смог присутствовать в первые дни работы Конгресса. Вчера только подключился к работе. Поэтому, если я буду повторять то, что уже кем-то было сказано, вы меня остановите, скажите, мы уже это все знаем. Сегодня я хочу обратиться к вопросам лысовских методологических оснований математических наук или математизированных наук и, может быть, не только естествознания. В какой-то степени я уже эти вопросы затрагивал на предыдущих Конгрессах и кое-что включил в сегодняшний доклад, если позволит, на время к ним тоже обращусь. Позвольте начать с моего понимания той ситуации, которая существует в современной науке с точки зрения ее математизации. Она заключается в том, что наука, как об этом говорили философы еще в XX веке, в частности, Мартин Хайдегер и Георг Фридрих Юнгер и другие, наука строится сообразно на технике, а не поэтике, как это видно было в древности, как это видно сейчас в гуманитарной сфере и в восточных культурах. Такие обстоятельства вызваны тем, что и математика, и объективные науки, включая естественные, технические, социальные науки, основаны преимущественно на внешнем опыте освоения человека мира. В то же время изначально математике в особенности присуще было такое же свободное творческое отношение к миру, как мы видим и в поэзии. Здесь и философия, наверное, превосходит эти области освоения человека мира по степени своей свободы. Мне говорили, что в одном из докладов, вчера говорилось, и на грубом столе об этом упоминали, что математика может строить какие угодно миры, а объективные науки следуют тому, что нам дано в наличии. И математика, так же как философия, так же как поэзия, может выстраивать творческие те или иные конструкции и предоставлять возможность интерпретации. Но мы видим, что в той науке, которая создана западной цивилизацией, главная все-таки забота заключается в разработке технологий, таких, которые упрощают человеческую деятельность и обыденную жизнь человека. И как говорил, наверное, уже покойный, к сожалению, психолог Николай Александрович Носов, вследствие этого для современной европейской науки нас свойственно сводить мир к какой-либо низшей относительно человека антологической реальности, на атомы, молекулы, энергии и так далее. А не к высшей реальности, к чему склонны восточные и восточноевропейские философии. Но мы знаем, что, например, в Индии логика поэзии стала средством доказательств. В Китае риторика. В России способом философствования стал не рацио, характерный для Запада, а логос, как бог словом, и в то же время как художественное слово, как средство общения и творческого самовыражения. Так что мы видим необходимость обращения к таким характерным чертам научного, математического, философского познания, которые во многом оказались утрачены в современном познании, в особенности на том виде, который придала западная цивилизация. И я полагаю, что необходима разработка на основании математики нового типа, а именно в виде внутреннего опыта и межличностного общения, которое является предметом диалогики. Диалогики, понимаемые не как диалог логик, а именно как логика диалога, логика общения. И я думаю, что есть потребность в гуманитаризации оснований точных, естественных и других объективных наук. И именно на гуманитарной науке сохраняют еще на себе, на рефлексе внутреннего опыта. И в частности, в дополнение к теоретикам множественным основаниям в математике, системного подхода других наук, может быть заложена база в виде теории единства как неделимых целостностей. Я об этом сегодня постараюсь подробнее сказать. Обратимся к некоторым историческим предпосылкам математического мышления и в чистой, и в прикладной математике, и в тех областях знания, которые используются на аппарат математики. Мы видим, что в такой математической науке как геометрия запечатлевается опыт не только внешних восприятий телесного прикосновения или касания, как говорил Аристотель, но и внутренний опыт созерцания, рефлексии, переживания человека взаимодействия с предметным миром и общения с другими людьми. В основе числа лежит не только опыт счета, как об этом говорил Мануил Кант, но и рефлексия над теми операциями, которые человек выполняет в своей практике, и, самое главное, общение с другими людьми, что в связи с категорией времени можно будет тоже обсудить. главную роль в истоках основания математического мышления играли тот духовный идеал единства, который формировался в архетипах культуры и сознания, в коллективном, бессознательном. То прикосновение к вечности, которое связано с попытками сохранять и воссоздавать на традицию, создавать традиционалистические типы сознания, а также на сверхорациональном уровне сознания на теоретической рефлексии этих предпосылок и формировании аппарата математических наук. Истоки математических абстракций лежат в начальных интуициях, неявных аксиомах, даже в верованиях людей и в других неосознаваемых формах интериоризации внешнего опыта и осознания внутреннего опыта. Математическую реальность сначала незримо, неявно, а затем все более явственно включаются не только мыслимые формы объективно идеального содержания, нерациональные и металлогические составляющие внутреннего мира человека, но включаются и сам мыслящий субъект, и его мышление, как единство мыслящего и мыслимого, так определял мышление Максим Исповедник еще в VII веке. Конечно, мыслящий субъект не входит в состав той системы понятий, теорий, он не является термином системы, трансцендентом по отношению к ней, но он является источником концептов, он привносит и такое содержание, такие формы знания, которые постепенно становятся все более осознаваемыми. Ну и можно видеть это на примере таких математических концепций, как на теории мнимостей в геометрии Павла Флоренского, где человеческое видение мира, опыт не только взаимодействия с миром, но и межличностного общения проявляется на такой интерпретации пространственных отношений, как на различение действительно и мнимость со сторон на плоскости. Правда, это сделано было только примитивно к планиметрии, но тем не менее, как вчера на круглом столе говорили, двумерность видения мира, здесь основанная на внешнем опыте зрительного созерцания воплотилась в таком виде, который является опытом не только взаимодействия с миром, но и общением. И если переходить к трехмерному миру и дополненному четвертым измерениям времени, то здесь можно тоже надавать какие-то интерпретации этим измерениям с точки зрения категории диалогики личных и безличных местомений, которые становятся здесь категориями. Они могут быть применены в математизации науки, говоря о монетаризации оснований математического знания, я могу привести примеры из области социальной. В частности, для того, чтобы представить на смысловом пространстве различные концепции мироустройства, логически мыслимые, частично реализовавшиеся, то мы здесь можем их расположить на таком четырехмерном пространстве, где есть пространство подобное и времени подобное измерение. Об этом я говорил в одном из докладов и напомним о таких попытках рассмотреть геометрию пространства с точки зрения дополнительных друг к другу правой и левой системы отсчета, на которые предложил Павел Владимирович Полуян, это красноярский философ, его иногда называют альтернативщиком. И я в докладе еще в 2014 году здесь говорил о том, что такой подход является операбельным, то есть допускающим применением алгебры гиперкомплексных чисел, в частности, если сюда надо добавить четвертую временную координату. И в одном случае мы видим три действительных измерения пространственных и одно мнимое временное зеркальное левая система координат оказывается наоборот, представляющим три пространственных координата мнимыми, и действительное измерение это временная координата. Вот это несовпадение на центрах на начал координат двух дополнительных систем характеризует планковский квант пространство, квант на времени, образующих такой четырехмерный гиперкомплексный куб на развитие того куба, который был приложен Павел Ян. И применение такого подхода может быть более, наверное, эффективным, чем та система координат, которую я уже демонстрировал для системы меру устройства. И такие координаты в работах с Кмарином называются К-пространством. Отличиваются 0 пространство, где центры координат между собой совпадают. Но это некоторые примеры. Мне хотелось, поскольку речь идет о попытках введения координат временем в геометрию, по крайней мере, для применения к тем или иным областям знания, естествознанию или обществознанию, это оправдано, то я хотел бы обратиться и к понятию времени, которое было у нас предметом обсуждения на круглом столе. Мне вчера не удалось высказаться, поэтому, если позволите, попытаюсь, отталкиваясь от определения Лобачевским понятия пространства геометрического отношения, основанного на рефлексии над интуицией прикосновения или опыта прикосновения я уже упоминал здесь на понятии касания, которое идет от Аристотеля, у Эйнштейна мы видим такое понятие, как соприкосновение, характеризующее физическое пространство, и если отвлечься от всех других свойств тел, то Лобачевский говорит, мы получаем здесь математическую абстракцию геометрическую. Что может быть дополнительным к этому понятию пространства именно время и какая интуиция лежит в основе времени. Если в геометрическом пространственном отношении прикосновения, то во времени мы имеем дело с проникновением как отличительным свойством времени, а также на идеальных объектов. Ни в телах, ни во внешнем пространстве мы его не находим. И во времени мы видим как бы выдвинутость одних вещей в другие, идеальных образов или состояний одного и того же предмета. На примере философии музыки Лусио можно видеть эту особенность временной формы существования. Время является не только форма существования материи, как обычно мы говорим, но и сознание, поскольку наше сознание существует во времени. Почему так трудно понять, что такое время, Августин говорил, что пока меня не спрашивают о том, что такое время, я понимаю, что такое, когда меня спрашивают, я не знаю, что это такое. Наверное, потому что, как писал об этом Герберт Уэллс в книге «Машина времени», время ничем не отличается от пространства, кроме того, что наше сознание существует во времени. Поэтому мы можем говорить, что время есть форма существования материи и сознания, оно выражает самоотождественность объекта и субъекта в преломлении через все внутренние и внешние различия. Не столько я здесь делаю акцент на изменениях, сколько именно на сохранении, на постоянстве, на самоотождественности человека или на вещи. Время есть то, благодаря чему человек или вещь может быть собой и вместе с тем над другим. То, что в формальной логике несовместимо, здесь оказывается или в диалектической логике, или в неклассических, паранепротиворечивых формальных логиках совмещается и может выражаться в логиках времени. в логике. Ну и время дано нам не в зрительных или тактильных ощущениях, а в пространственной форме материальных тел, а в слуховых восприятиях, переживаниях, тождественности, вечности, мгновения, бытия, небытия, представляет собой рефлексию того порядка, той последовательности действий, которые осуществляет человек с вещами. И очень важен опыт на общение с другими объектами, на общение с другими субъектами, с другими личностями. Это именно убеждает в объективности, а не только субъективности временных отношений. Ну и если говорить о математике, то я думаю, что даже для чистой математики, для ее основания очень важно обращаться к этой категории, потому что речь идет об абстракциях вычислительных операций, других, скажем, операций геометрического построения, построения моделей и так далее, которые являются аналогом временных отношений. Так же, как и логические рассуждения, логические построения тоже являются временеподобными, однонаправленными, необратимыми, одномерными, так же, как время. Но я занял тут, может быть, время, которое не планировалось, но включение категории времени в математизацию науки, я думаю, это важное положение. Ну и если говорить о расширении аппарата гиперкомплексных чисел, в частности, до алгебры Келли, это уже 7 измерений мнимых и 1 действительно в актонионах, им тоже можно поставить соответственно категории диалогики, личные, безличные, сверхличные и над личностные категории. И этот аппарат может быть, на мой взгляд, применен и в физике, в частности, в геометрофизике Владимирова, где актонионы, образующие две группы на четыре измерения, классические и скрытые на размерности, могут быть поставлены в соответствии этому восьмимерному пространству. Это вопросы, которые в какой-то степени я уже затрагивал на предыдущих докладах. Важно обратить внимание на такую сторону оснований математики, как теория множеств. Я думаю, что многие парадоксы, многие проблемы, трудности связаны с тем, что понятие множества оказалось во многом оторванным от понятия единства. Философия сохранилась, а математика во многом ушла от того понимания единства, которое идет от античности, понимание единого, выраженного в единице, как в начале числа. Евклид мы видим и Аристотель, не только пифагорейцы единицу понимали именно как единое, несмотря на то, что может быть делима на дроби. что может представлять собой единое в современной математике. Можно здесь обратиться к истории дальнейшего после античности развития понятий о едином у Кузанского, у Декарта, Галилея, Декарта тоже новое время. В этих учениях средневековых, возрожденческих, нововременных мы видим еще стремление математики сохранить основания и чисел, и геометрических в представлениях и образах некого единства. Ну, в последнем веке, в особенности в 20 веке, мы видим, что уже единица утрачивает свой статус единого, у нас становится обычным числом, делимым до бесконечности, хотя сохраняется еще стремление переосмыслить теоретикам множественные основания математики. В частности, Герман Вейль еще в первой половине 20 века, размышляя над проблемами континуума, в своей книге о философии математики написал, что подлинный континуум есть нечто в себе связанное и не может быть разделен на отдельные куски. Подобное разделение противоречит его сущности. То есть, понятие целого, состоящее из частей, по его мнению, и не только по мнению Вейля, не соответствует понятию и интуиции непрерывности, континуальности должно быть нечто единое в основании. Что может представлять такое единство в континууме? Вейль обращается к понятиям атомистической концепции континуума, то есть, дискретной интерпретации и трактует его как среду свободного становления. но я думаю, что важно здесь отделить понятие среды от того множества, которое в эту среду погружено. И обратиться к понятию на целостности, потому что относится уже к теории систем. Если сейчас больше математика проникает в теорию систем, то, я думаю, важно обратное проникновение теории систем в математику. Если обратиться к истокам теории систем, то Платон и Аристотель на свойстве целостности говорили, что целая больше суммы частей. Платон видел секрет этой энергетности, как сегодня называют это свойство целостности, появление новых идеи целого. Кроме суммы частей есть еще идея целого. Аристотель видел секрет этой эмержентности в связях между частями, между элементами, в отношениях между ними. если обратиться к концепции Вейля, а именно толкование континуума через понятие среды, я думаю, мы можем разделить понятие на множество тех или иных элементов, скажем, на чисел или точек и некой среды в составе это связанного целого. Среда единая неделима, а целая связана, то есть состоит из взаимосвязанных элементов. Что представляет собой это единство? Начальные интуиции этого единства содержатся в духовном мире самого субъекта, индивидуального, коллективного, то есть они запредельны, трансцендентны по отношению к мыслимой математической реальности и большей части не осознаются. Попытка теоретически интерпретировать эти интуиции могут быть различными и одним из примеров на мой взгляд являются фракталы, которые мы традиционно называем фрактальными множествами, но они являются одновременно множествами и в то же время единствами, потому что фрактал не содержит в себе элементов, это чистые структуры и многие ученые считали, что здесь преодолевается платоновский атомизм наконец-то говорили многие математики мы преодолели платоновский образ мышления неделимыми идеальными атомами здесь важно на то, что единство и множество находят на свое воплощение в такой виртуальности которая выражает на мой взгляд и некоторые черты физической виртуальной реальности я уже время исчерпал поэтому может быть в ответах на вопросы в дискуссии какие-то стороны этой проблемы тоже будут затронуты спасибо за внимание просьба в первой части нашей вопросной части задавать по возможности вопросы а потом уже суждения дискуссия полемика во второй части сначала вопрос пожалуйста я там можно ли из ваших рассуждений сделать вывод что мы как бы прошли определенный путь в одном направлении скажем в развитии строгих методов оценки наших внутренних измерений и находимся в начале этапа когда скажем такие же выводы полезные для общества или для в общем личности могут быть сделаны скажем из поэзии из религии может быть уже делаются меня например удивляет как бы оставляет вопрос вот религия какая у нее роль в полезном ну как математикой физика дает нам возможность приложений какое приложение у религии у поэзии у скажем можем ли мы сказать что мы находимся в начале развития понимания вот этого делая спасибо я думаю что не столько может быть в начале насколько на очередном витке возврата к тому состоянию мышления и познания в том числе математического мышления когда поэзис творчество воплощение души человека в его творениях превосходило или по крайней мере было в гармонии с созданием чего-либо по внешней мерке вещей как Ницше характеризовал аполлонический путь познания который превратился потом в сократический путь познания постепенно действительно искусственное создание чего-либо в том числе и в науке в математике либо построение по внешней мерке вещей стало преобладать но я думаю что это не логика вещей это логика наших упрощающих действий в которых мы видим веру человека в то что человек действует так как действует сама природа как говорил Карл Маркс изменяя форму вещей на самом деле мы действуем не так как природа но только так самонадеянно верим в это и на тот аутопоезис живой природы который представляет собой ее самотворчество только в конце уже 20 века становится предметом для осмысления в естественных науках в общественных науках и на новом уровне на мой взгляд сейчас возрождается стремление к тому чтобы приобщаться к более сложным высоким уровням организаций к которым обращена религия здесь есть традиции в западной культуре допустим в многих вузах католических особенностей стран уделяется больше внимания богословию чем на философии потому что важно знать как бог творит мир важно для инженера это важно для ученого но тем не менее здесь очень силен рациональный аспект восточноевропейских восточных культурах такой сверх рациональный иррациональный аспект выходит на первый план и я думаю здесь сейчас эти цивилизации сближаются к тому чтобы не упрощать мир как стремится это делать большей частью наука а показывать его сложность неисчерпаемость и привносить туда самого живого человека а не только то что противостоит спасибо Владимир Иванович сразу сходу вопрос который перекликается с вопросом Ярослава Григорьевича можем ли мы так вот схематично по аналогии сопоставить допустим мнимую единицу с идеальной реальностью а допустим квотернионы с отношениями в этой идеальной реальности которая существует или это недопустимая абстракция я думаю если как раз обращаться на то есть свободе творчества которое присуще математике могут быть различные интерпретации но мне больше импонирует такая интерпретация где духовная идеальная реальность выражается через отрицательные величины в том числе отрицательные размеры даже временные длительности а мнимые связаны уже с психологической психической реальности идеально но я думаю что возможно на разных трактов спасибо пожалуйста пожалуйста ваш вопрос так Владимир Иванович сейчас передо мной ваша статья как раз я выгоду это самое для тебя сидя и смотря на статью за вопрос меня конечно волнует все вещи которые вы с которыми вы выступали с точки зрения физики реального мира вот вы высказали сначала мысль такую Максима Исповедника что мышление как единство мыслящего и мыслимого субъекта и объекта насколько понимаю если я перевести на физический язык да но дальше единство субъекта и объекта дальше вы уже сами выдвигаете мысль такую это я бы сказал такую очень глубокую мысль неделимой непрерывности я правильно вас понимаю да это ваша ваша мысль да я закончу тогда в природе вы говорите природе в мире человека что неделимая непрерывность но вы сразу относите вот это действительно это сразу трудно уловить неделимая непрерывность вы эту неделимую непрерывность относите к душе человека сразу ну насколько Только из первого тезиса Максима Исповедника выходит, что мыслимое и мыслящее – это они единое, и в данном случае душа человека отражает наш реальный физический мир. Значит, должны быть какие-то примеры неделимой непрерывности в реальном мире, если вы считаете, что душа – наша неделимая непрерывность. С другой стороны, какое-то противоречие ещё насчёт души тоже сразу скажу. Ну, не к тому, что я хочу вас поймать на каких-то противоречиях, меня тоже волнуют эти вопросы, ну, видимо, других тоже волнуют. Но душа всё-таки когда-то рождается и умирает, может быть, не со смертью человека, но всё-таки дискретная. Как вы вот эти вещи об этом не смогли бы, как решаете, подробнее рассказывать? Спасибо, это важный вопрос, но хотел бы уточнить, как я понимаю определение мышления Максима Исповедника. Мыслимые здесь не объективно существующие в материальном, физическом мире, скажем, а мыслимые нами как предметы нашего внутреннего мира, как предмет, а не объект, так сказать, нашего мышления. И это то, что нами отрефлектировано, в отличие от мыслящего моего «я». Я рефлектирую это с уровня металлогического, сверхрационального, и поэтому не отрефлектировано. Вот это душа человека, вот это мыслящее, переживающее, действующее «я» и есть то единство, которое под пониманием и древних, и современных философов неделимо. Вот душа на человека не делима на части, такое представление идёт с древности, скажем, герой романа Тургенева-Рудин говорил, душа на человека не яблоко на части не разрежешь. Но на диму этого понятия души поставлено в соответствии научное понятие психики, и психика мыслится, конечно, как делимая реальность, это уже отрефлектированная во многом реальность, как говорил наш психолог Зинченко, психология начала с науки о душе, она закончила наукой об отсутствии души у человека. Понятие души оказалось вытеснено за пределы науки, даже во многих философских подходах, от неё как-то стараются надходить, как и от понятия духа, говоря, что это поэтическая метафора или религиозное понятие. Но, тем не менее, я думаю, есть основание считать понятие души и предметом науки математики, как, скажем, в рефлексивной психологии Ефеора, понятие души, и аксиома этой математической психологии, основанной на религии, основанной на начальных интуициях людей, и тем самым в математическую науку, на психологию, входят уже такие сверхрациональные понятия, как свобода воли, и некоторые другие. Так что, то единое, неделимое, что существует в самой природе, душа не только человека, это декартовская традиция считать, что только у человека есть душа, начиная с Аристотеля, Фомы Эквинского, душа есть и у растений, и у животных, растительная. Животная душа, духотворённая, неразумная, она тоже обладает такой природой, которая заключает в себе вот эту виртуальную, неделимую форму единства, и воплощающуюся во множественных, структурированных формах делимого. То есть, единое и неделимое находятся на неразрывной связи с тем, что делимое им множественно. Но пока что это идея, которая требуется разработки, может быть, в чём-то я здесь ошибаюсь, так что в дискуссии можете высказывать возражение. Спасибо. У меня просьба к докладчикам и к уступающим, вопрошающим, да, с просьбой как-то более, более лаконично свои мысли выражать по возможности. Спасибо. Иван Михайлович, пожалуйста. Иван Михайлович, очень интересный вопрос на том, что если духовный мир это мнимый, то вот вещественные такие оси, это значит реальный мир, да? Вот теперь вопрос к вам такой вот это развитие этой идеи. Вот духовный наш мир, он действительно, наверное, неделимый, вот каждый человек, он как есть, но когда он уходит из этого мира, умирает, у него всё это исчезает, ничего нет. Вот в настоящее время, ну, вот эта память, человек, как по оценкам, отдается где-то 100 терабайт. И связи там в 100 раз больше, вот эти вот, вот может быть, вот недавно такие величины. Сейчас, то есть, есть возможность приложить всё это в компьютер. Вот индивидуально каждого человека. То есть мы фактически вот этот духовный мир перенесём на железо, понимаете, вот это вот. Так вот, первое такое, первый вопрос. Перенесём мы просто информацию, накопленную в мозгу, или мы перенесём душу человека? И потом второй вопрос, значит, получается, что математически это можно описать, вот этот процесс, переносить духовного в вещественный мир? Спасибо. Вопрос тоже очень сложный. Идея переноса человеческого внутреннего мира на другой субстрат была высказана Норбертом Виннером. Он считал, что можно отсканировать, так сказать, человека и его информационную копию перенести лазерным лучом в какую-то, допустим, другую галактику и там собрать аватара или точную копию, так сказать, человека. Вот такую идею поддержал и развивал Алина Ивановича Уёмов в своей параметрической теории систем. Мне довелось с ним дискутировать по этому вопросу. Я считаю, что как раз можно отсканировать, перевести информацию на то, что множественно делимо. А вот эту внутреннюю среду, духовную, душевную, которая есть в человеке, перевести информацию, на мой взгляд, невозможно. Это то, что непереносимо на другой субстрат, таким технологическим, что ли, путём. Только через общение, созерцание это возможно. Общение не как коммуникацию, обмен информацией, интерактивное взаимодействие. Общение именно как прикосновение и взаимное проникновение на душ человека вот в этом внутреннем контексте, который всё-таки, на мой взгляд, реально существует. И это касается, на мой взгляд, и предмета нашей веры. Это для верующего человека и для меня, в том числе, и для Бог, любой предмет веры не есть нечто только лишь мнимое. Есть тут то, что мы мним, то, что мы понимаем, трактуем, а есть и то, благодаря чему мы можем мыслить, действовать и быть вообще над человеком. Это выше моей рефлексии, выше моего понимания, поэтому выше моей воли. Вот это то, что лежит в основе не только религии, но и в основе науки и математики. Мы всегда подсознанные, да. Добавка небольшая. То есть, знаете, вот это сейчас вот мне пришла идея. То есть, получается, что то, что спросил продукт, перенесём мы душу или просто информацию, получается, что душа – это как раз вот неделимость. Понимаете? То есть, мы перенести информацию можем, но она будет уже дискретная. А вот эта вот связь, вот душа как единое целое, неделимость, она и есть. Чувствуете, да? То есть, мы перенесём информацию, чтобы соединить это всё, да? Сочинение. Она неделима, она идеально неделима. А у компьютера она становится уже дискретной. Вот, вот, чувствуете, вот, выцелёт. То есть, тем самым убиваем душу. Получается, я сам согласен. Вот вообще интересная идея. Пожалуйста, коллеги. Так, пожалуйста, пожалуйста. Как Вы относитесь к предсказыванию о том, что в будущем науки о природе включат в себя науку о человеке, так же, как науки о человеке включат в себя естествознание, точные науки? Это будет одна наука. И будет ли в эту единую науку включены искусство и религия с их познавательными функциями? Спасибо. Ну, я так понял, что Вы развиваете мысль, высказанную ещё Карлом Марксом, о единой науке, о человеке именно, да? Она включит в себя естествознание, общество знания, другие на науке. Я считаю, что это тенденция, которая будет продолжаться. И здесь пока господствуется на то, что, скажем, Сергей Сергеевич Хорожий, известный физик, математик, философ и богослов, называет экспансией техники и технических наук на гуманитаристику, разрабатывает для гуманитарных наук свою методологию, отличную от математики и системы. На мой взгляд, и математика, и теория систем могут быть переосмыслены с точки зрения гуманитаристики и поэтики таким образом, что будет встречная экспансия происходить на гуманитарной сферы, на области техническую, которая и уподобляется во многом математик от точной науки. Чтобы вот это взаимное их проникновение и достижение какой-то гармонии, технезиса и поэзиса, если можно так выразиться, это, на мой взгляд, путь к той единой науке, где не будет противостояния гуманитарных, скажем, и объективных наук, а будет их взаимная дополнительность и неведенство. Если бы, пожалуйста, мне не выйдет. Я вот всем задаю один и тот же вопрос. Пространство и время – это материя или нет? Я считаю, что пространство и время формы существования материи, но и не только материи. Для психической реальности, как и для материи, характерна временная форма существования, но душа, как говорил Аристотель, существует во времени, не занимая никакого места. А вот для информации характерна, прежде всего, пространственная форма существования, на так называемые информационные процессы, на это фактически дискретное, статичное состояние. Так что здесь нет непрерывного, что ли, течения времени. На мой взгляд, пространство и время – это форма бытия различных видов реальности, но не есть материя, не есть идея, скажем, для Канта пространства и время – идеальным, субъективным. Я считаю, что это тоже не совсем правильная трактовка. Это именно форма существования материи и в тех или иных проявлениях других видов бытия. Извините, вот вы и докладчики отмечали – материя, не материя. Я хочу от вас получить именно такой ответ, однозначный, да? Не материя. Однозначный, да. Пространственное время – это не материя. Не материя. Материя – то, что может быть чувственно воспринимано нами. Ну или единица. И что обладает пространственностью и временностью. Не материя, да. Пожалуйста. Значит, у меня такой вопрос к вам. Скажите, говоря о едином и неделимом в вашей картине мира, эти понятия каким-нибудь образом соотносятся с понятиями многомерности и многоразмерности? С понятием многомерности, многоразмерности – это связано, наверное, в трактовках, в попытках выразить через понятия, через аппарат науки и математики. Что касается наших интуиций или сверхрациональных, металлогических, так сказать, составляющих нашего сознания, то здесь я бы говорил о каком-то сверхпространственном, не сверхвременном понимании этого единого и неделимого в наших душах или даже в природе. Многомерность может быть, на мой взгляд, одной из форм интерпретации, когда мы переводим это единство уже на язык множественных, что ли, категорий. А на приинтепритацию на какой язык? Это может быть язык логики, математики, отдельных, естественных. Тогда вопрос возникает. Каким образом математике удается адекватно описывать окружающие реалии бытия? Адекватность здесь, я думаю, во многом проверяется той практикой, которой человек следует тем или иным математическим моделям или их интерпретациям. То есть присутствие самого мыслящего субъекта в тех познавательных процессах или применения их на практике привносит сюда субъективный момент на одно, как говорил Геги, субъективность в лучшее выражение объективности. Без самого человека, без нашего личностного отчасти свободного выбора, говорить об аутентичности или адекватности мы не можем. Как только мы исключаем отсюда человека, нерациональную форму мышления, любая рационализация, любые понятийные аппараты превращаются искусственные заведомо вполне адекватные и не вполне аутентичные выражения этого единства. депутат Пожалуйста. Еще. Уже время осталось. Спасибо. А, ну вот еще один вопрос там. Владимир Иванович, красава. Пару-трех минут есть. пять минут. Вопрос связан полностью с тем и паркоглазом. Громче говорите, пожалуйста. Мой вопрос полностью связан с темой вашего доклада. Как известно, физики с удовольствием используют новые достижения математиков. В основе физических знаний лежит физический опыт, но это вроде бы и ясно. Мне мой вопрос касается в чем причина консервативного восприятия физического опыта в основах математики, математического естественного знания. В чем причина консервативного? Почему математики сразу наотрез отказываются использовать результаты физического опыта? Я на своей собственной персоне это ни разу ощущал. Хотя ярким примером является проблема, с которой мышленная возня осуществляется у математики. Проблема вырожденного треугольника. До сих пор ясного ответа математики не дали. Хотя использование физического опыта позволяет эту проблему увидеть с другой точки зрения и она решаема. Математики идут таким путем, что ученикам говорят вы теорему Герона знаете, если знаете, забудьте ее. То есть казус. В чем причина, почему математики настроены отрицательно? Спасибо. Спасибо. Я думаю, что здесь односложно не ответишь, но одна из причин заключается в абсолютизации математического знания, которое идет от Галилея и Декарта, которые считали, что именно в математике человек обладает совершенным, полным, законченным знанием и равен Богу. Здесь не может быть выше знания, чем математическое знание, и к нему естество знания должно приближаться. Если мы ставим математику на уровень божественного знания и не признаем, что это во многом не только открытие, но и изобретение, искусственное построение человека, то мы тогда можем игнорировать или недооценивать естественно научные знания которые рассматриваются как случайные, приблизительные, а не точные и абсолютные. Одно современное математика показывает и на тех примерах, о которых вы говорили, необходимость признания того, что математика не может развиваться даже как чистая математика, без физики и других наук. Доказательства, скажем, гипотезы по Анкаре Григорием Переманом показывают, что без математической физики топологи не могли решить эту задачу. И в математике, когда собрались на первый доклад Переманом, по-моему, в 2003 году это было, если память не изменяет, большей частью не поняли и только уже при повторном его выступлении уже приняли это доказательство, топологи, как вы правильно говорите, игнорировали как-то физику, Переман влюблен в физику, математическая физика помогла ему это решить. Это пример того, что без естествознания математика не может сегодня развиваться. Так же, как, кстати, без информатики, компьютерных методов. Владимир Владимирович, спасибо большое. Все, все, все. Присаживайтесь. Время уже ущерпано в куларах. Да, все вопросы уже в куларах. Спасибо. Спасибо.